миром уважаемые друзья и дорогие коллеги мы с вами снова на канале психофан твой который всегда на вашей стороне наше эмблеме нашему девизу на вышивых оплакивая мертвых разбивая молнии мы сегодня будем рассказывать о том почему я не использую седативные препараты мы будем рассказать почему я не использую очень здорово на самом деле практика такая что я действительно не использую седативные препараты в своей работе это очень важно чтобы вы знали кто-то придет ко мне на консультацию не ждите отмена значения седативных препаратов но я должен вам рассказать почему я это делаю психофармач нам сказал пожалуйста поменьше других побольше о себе но конечно вы можете психофармач нам разрешает отталкиваться от других то есть есть действительно психиатры которые используют седативные препараты что я имею ввиду ну например есть такая клиника доктор исаева я честно говоря доктором исаева с его клиника не знаком но я знаком с сайтом этой самой клинике доктора исаева и там вот написано как лечить панические атаки надо вам сказать что это очень важно что панические атаки не является психическим расстройством паническая атака может быть у любого вообще человека который даже находится в очень хорошем состоянии все равно может быть паническая атака такова уж природа человека вот когда панические атаки идут чередом причем они особые эти панические атаки они ни с чем не связаны когда тогда речь идет о паническом расстройстве вот почему панические атаки названы неправильно не так как принято в психиатрии у этого доктора исаева ну обратите пожалуйста внимание список болезней которые они лечат вот я специально подчеркнул 12 из 14 болезней они названы просто неправильно но очевидно что в клинике доктор исаева работают безграмотные психиатры которые еще раз говорю они не знают что паническое расстройство это особые панические атаки есть определенные клинические критерии которые позволяют их диагностировать это все им неизвестно поэтому на самом деле они конечно не знают и другие диагнозы тоже ну и бог с ними но беда состоит в том что вот эти клиницисты из доктора исаева они считают что медикаментозное лечение состоит назначение седативных препаратов но там дальше идет антидепрессанты против чего я не имею ничего так против но вот назначение седативных препаратов что вообще такое седативные препараты чтобы вы поняли с точки зрения современной медицины седативным препаратами являются бромиды седативным препаратами являются барбитураты седативным препаратами является средство растительного происхождения давайте сейчас обсудим почему не я эти препараты не использую немногие другие люди это не используют но бромиды это в общем очень и очень древние седативные препараты почему их сейчас не используют Ну, потому что они дают явление так называемого бромизма или отравления брому. Обратите внимание, конъюнктивит, насморк, кашель, кожная сыпь, ослабление памяти, в тяжелом случае, возможно, тремор, атаксия, психические нарушения и даже кома. Поэтому, если вам в какой-нибудь клинике, неважно, доктора Исаева или еще какого-нибудь доктора назначат бромиды, вы должны просто отслеживать эти симптомы, ну и стараться, конечно, как только они появятся, надо вызывать, конечно, ту же скорую помощь. На всякий случай для тех, кто будет отравлен бромидами. Промывание желудочно-кишечного тракта изотоническим раствором хлорида натрия, который является антидотом при отравлении бромом, и форсированный диурез. То есть, это просто учащенное мочеиспускание для того, чтобы вывести бромиды из организма. Следующий препарат седативный – это барбитураты. Надо вам сказать, что барбитураты были очень распространены в начале прошлого века, но потом очень быстро разобрались, что они вызывают угнетающее влияние на центральную нервную систему, они вызывают гипоксию головного мозга. В результате человек может впасть в кому, и может у него даже развиться отек мозга. Кроме таких вот больших неприятностей, могут быть и неприятности поменьше, тоже, как сказать. Выраженный эффект дневного последействия, то есть, человек просто спит, за руль ему тоже садиться ни в коем случае нельзя. Психоэмоциональное нарушение, потому что нарушается под влиянием барбитуратов различные фазы сна, не только быстрого, кстати, сна. Ну и, соответственно, что такое, например, подавление быстрого сна. Быстрый сон для чего нам необходим? Он необходим для того, чтобы мы с вами могли забыть лишнюю информацию. Если мы лишнюю информацию не будем забывать, то у нас просто голова лопнет. Возникновение тяжелой физической и психической зависимости, ну это старый слайд, потому что сейчас просто зависимость, она не делится на физическую и психическую. То есть, человек просто подсаживается на барбитураты, нарушение кроветворения, парадоксальные реакции. Именно поэтому барбитураты были исключены из списков основных лекарственных средств семерогазации здравоохранения. Именно поэтому барбитураты во всех странах земного шара, да-да, и не только в нашей стране, они являются наркотическими. Другое дело, что вот когда препарат относится к наркотическим, есть статья 228 УК РФ, незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств психотропных или их аналогов, также незаконное приобретение, хранение и тому подобное. И вот там есть к этой статье обязательно расшифровка, потому что все дело заводится, когда в так называемом крупном размере, значительном размере. Есть и крупное, это еще хуже, но вот начинается уголовная преследовательность с значительного количества. Обратите, пожалуйста, внимание, это очень-очень важно. Если у вас найдут по какой-то причине 33 флакона волокордина, и в волокордине содержится 920 мг фенобарбитала в одном флаконе, это барбитурат, то, соответственно, 30 мг, это доза, которая считается значительной, 33 флакона, то это уже значительное количество, и вы будете подвергнуты преследованию по УК РФ за хранение значительного количества наркотиков. Волосердин тут в одном флаконе 2 грамма, даже 15 флаконов будет достаточно. То есть, все отличие, скажем, нашей страны от зарубежных стран состоит в как бы нетерпимости. То есть, в наших странах, в нашей стране допустимо хранить 15 мг волосердина, 15, проще всего, флаконов. Но если вы даже возьмете с собой один флакон и поедете в Польшу, Финляндию, конечно, не сейчас, но когда-нибудь в Германию, Швецию, Литву, с этими самыми флакончиками, то вас просто арестуют на границе. Конечно, вас не будет никто держать в тюрьме, вам не будут предъявлять никаких претензий, вас просто вышлют, ну и на этом, конечно, ваша карьера закончится. Поэтому я вас очень и очень прошу, пожалуйста, помните о том, что это наркотические препараты. У нас просто достаточно высокая толерантность к этим наркотикам, к некоторым. Я имею в виду там волосердин и волкардин, у нас можно хранить от 15 до 30 флаконов. На Западе просто нельзя, но все, в общем, знают, что это наркотики. Вызывают зависимость, вызывают смерть, вызывают кому. Поэтому, в общем, я их тоже не применяю в своей деятельности. Ну и последнее, это так называемые растительные средства растительного происхождения седативные. Ну, например, какой-нибудь новопосит. Мы уже, кстати, рассказывали про новопосит и говорили о том, что очень и очень интересная ситуация. Вот мы всегда проверяем, что есть про тот или иной препарат, так называемой Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов. Очень многие упрекают и говорят о том, что вряд ли что-нибудь там будет в библиотеке Соединенных Штатов про наши отечественные препараты. Поверьте мне, есть про наши отечественные препараты там много информации, потому что эта библиотека аккумулирует самые разные публикации. Ну и в частности, вот там есть единственная публикация, которая посвящена новопоситу, но какая это публикация, очень важно. Обнаружение каптопресса новопосита при судебно-химическом анализе трупного материала. То есть, кто-то задался такой проблемой. А как определить новопосит в трупе? Потому что действительно, это очень и очень очевидно важная проблема. Сами посудите, ну кто будет исследовать, ну я не знаю, там какое-нибудь там исследование какого-нибудь безобидного вещества в трупе. Никто этого не будет. И действительно, такой метод разработан. Почему это важно? Это важно потому, очевидно, что такие отравления есть. И если мы будем говорить о том, почему они возникают, давайте просто заглянем, что входит в состав этого самого новопосита. Ну, например, цветки бузины черной. А вот бузина черная, цветки бузины черной содержат синильную кислоту. Я думаю, вы знаете, что синильная кислота является мощнейшим ядом. Новопосит содержит также боярышник. А бессистемное употребление боярышника может принести вред организму, вызывает ухудшение сердечного ритма, отравление, рвоту, спазмы в кишечнике, понижение артериального давления, препараты боярышника, противопоказанные после инсульта, при почечной недостаточности и так далее и тому подобное. Зверобой, побочные эффекты, головные боли, повышенная утомляемость, беспокойство, боли в животе, тошнота, железодефицит, нанемия, боли в печени, горечь во рту, негативно влияет на потенцию мужчин, хмель противопоказан при кистах и полипах яичника, при эндометриозе, новообразовании в полости матки, при беременности, при кормлении, при гастритах, ну и так далее и тому подобное. То есть перед нами очень и очень вредное вещество, которое действительно, очевидно, надо выявлять в трупе, потому что не перепил ли человек этого самого новопосита. Вот почему я не рекомендую седативные препараты, я не использую седативные препараты, ни бромиды не использую, ни барбитураты не использую, ни препараты растительного происхождения. Ну, как вы видите, некоторые психиатры говорят, что это можно. Для чего я это всё рассказываю? Пожалуйста, примите это во внимание. Расскажите об этом всем окружающим, что есть психиатры, которые испытывают седативные препараты, что их испытывать, они уже давно, сто лет известны, на своих пациентах, и это может привести к очень тяжёлым последствиям. Ну, соответственно, у вас всегда есть выбор, к кому пойти, либо к доктору Исаеву, либо к психиатру, который не использует седативные препараты. Ну и для того, чтобы все об этом знали, конечно, коммент, лайк, подписка, чтобы наш ролик продвигался в выдачах YouTube. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите облагодарить нас за этот ролик? В её описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч!